Сегодня я могу с уверенностью сказать, что я возвращаюсь во все это движение И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька И сегодня я записываю новый ролик Сегодня речь пойдет у нас о киберспорте И вообще в моем, можно таки сказать, возвращении Поговорим сегодня именно на такие всякие интересные темы Отвечу на ваши любимейшие вопросы по поводу Вообще буду ли я играть в каких-то турнирах в дальнейшем Ну и вообще перед началом всего рассказа и всего того, чего я сегодня хочу вам рассказать Я скажу одну вещь Если вам интересен контент, связанный с киберспортом Связанный с турнирами Со всей этой движухой Которая у нас будет в дальнейшем очень часто происходить И на стримах будут какие-то турнирчики показываться Наши игры и возможно что-то еще я придумаю В общем, если интересна вся эта движуха То прямо сейчас поставьте лайк Потому что для меня ваш царский лайк и ваша активность Это самое то, что я могу Почему я вообще могу судить И могу вообще смотреть Нравится вам это или не нравится Заходит, не заходит Ну и в комментариях пишите то, что вы хотите вообще на постоянной основе Видосики именно таки связанные с киберспортом И я думаю, что в принципе, если у вас будет желание Чтобы я такое дело вообще в принципе делал То в какой-нибудь один, может даже два видосика в неделю Мы сможем спокойненько на данные интересные темы записывать И связывать не только видосы поучительные По каким-то там пушкам, форматам Может что-то там показывать Но и вообще связывать именно таки все это дело с киберспортом Ну а сегодня я хотел бы рассказать о том, что у нас вообще грядет Какие у нас турниры планируются Все же многие ребята знают, что после выигрыша межкланового чемпионата Я вышел, ну либо меня можно сказать так кикнули С именно таки клана Этернити Наступил, можно таки сказать, такой сезон В котором я, ну, никогда почти не участвовал Последний раз в таких сезонах я вообще участвовал Года так 4-5 назад Когда мне было еще интересно всякие такие турниры Ну и сейчас это был МОЦ Определенный рельсовый формат турнир Который меня вообще не интересовал Ну и в принципе сезончик я свой благополучно пропустил У многих ребят были определенные вопросы Собираюсь ли я вообще возвращаться во все это дело Собираюсь ли я в дальнейшем играть в каких-то турнирах Потому что многие уже меня списали со счетов Сказав, что это был мой последний межклановый чемпионат И больше я в принципе ничего играть не буду И ни в чем вообще в такой движухе заниматься тоже я не буду То сегодня я могу с уверенностью сказать Что я возвращаюсь во все это движение Первый сейчас межсезонный, наверное, такой мини-турнирчик Это будет старый добрый захват карты Посмотрим вообще, что у нас там будет Сейчас я в принципе вкратце расскажу Расскажу, какой вообще турнирчик планируется Именно таки по захвату карты Дальше у нас будет такой аналог То в Dream Team турнирчик Тоже возможно таки в каком-то одном из следующих роликов Я об этом турнире именно таки расскажу Если вам вся эта интересна будет Движуха В общем, что мы имеем? Возвращаюсь я именно таки в Eternity Никакой клан в принципе я даже не рассматривал Как мы все это дело планировали Как мы задумывались с ребятами Так у нас все в принципе и получилось И что я могу сказать сразу Четко, красиво и понятно Это то, что 7 игроков Team Pointers Из 10 сейчас у нас именно таки ограничения В кланах 10 игроков 7 из 10 игроков Всеми привычные вами игроки Team Pointers Которые участвовали в различных тофах Вместе со мной То есть это я, тот же Emage Артемий, он же King of TP Валера Лабожитеры 6 Аветис Мергелян 2 И кого-то я еще забыл Кого я забыл Кого я забыл Кого я забыл Забыл кого-то я забыл Либо же нет Напишите в общем комментарии Если я кого-то забыл То в принципе можете посмотреть, почекать Возможно именно таки себя я пропустил Ну в общем 7 человек у нас получается И ко всему этому движению У нас добавляется Аракелян Ну я не приписал Аракеляна, можно так сказать Напрямую именно таки К данному аппетитно-нагибаторскому составу Также у нас в составе будет иметься Би Херингтон Он же Илюша Готт тоже когда-то у нас В принципе участвовал в подобных родных турнирах Не знаю как пойдет у него сейчас Ну и наверное последний такой игрок Который еще у нас в принципе не участвовал Да, во всей там движении В плане именно таки игры Полноценного состава Team Pointers Потому что ну я могу с уверенностью сказать Что сейчас будет уже полноценный составчик Team Pointers Играть и никаких проблем у нас в этом плане не будет Это уже не условный межклановый чемпионат Где у нас было деление Synergy Eternity То есть 50-50 полсостава там Полсостава там играл Да, и как бы были какие-то Можно так сказать Мини-сражения Можно так сказать Ну все же Synergy Eternity Гранд финал как был Там все видели В принципе об этом я рассказывать Сегодня не буду В общем лучший состав подобранный Как по мне Но как правило В таких турнирах мы уже не раз Обламывались можно так сказать Даже с очень крутыми составами И Наверное Последнее что у нас вообще будет играть Важнейшую роль вообще в таком турнире А кого я забыл Забыл я уже вспомнил Кого я забыл Забыл я конечно же Дахара Ну и последний именно Кисеминович у нас был Вот как-то такой составчик получается У нас довольно таки аппетитные ребята Вообще в общем и целом Но Что касаемо состава То я вам могу сказать одно точно То что У нас может быть Офигенно Людейший Крутейший состав Но если не будет мотивации Не будет желания выиграть То ничего у нас не получится Это было Даже на последнем То в Dream Team Когда проиграли в финале Вавилоном Да Сначала в финале верхней сетки Мы вынесли их просто в ноль Вообще без шансов И в принципе противник Не смог не показать ничего А в итоге в гранд-финале Они спокойно выиграли И в принципе составили Отличную конкуренцию Подготовились И в общем Недооценка противника При хорошем нашем составе Бывает очень таки часто Но Я думаю что это будет Не в данных турнирах В дальнейшем уже вообще В принципе у нас Должен складываться Довольно таки Интересный состав В плане именно таки Вообще командного взаимодействия Потому что Как по мне сейчас После того как Мой любимейший противник Именно таки Вавилон Ушел Можно так сказать В отставку Я не знаю что будет происходить Возможно будут какие-то у нас Неполадки Всяких в гранд-финалах Происходить Все же мы все знаем Как все это Все это движение происходит И к чему это Бывает Все сводится Ну в общем Не буду я там уже рассказывать Про всякие такие Ерундовые моменты В общем Увидим Посмотрим Будем записывать обзорчики Для вас Будем чекать Как у нас вообще будет происходить Все эти движения Я думаю что В ближайшее время Мы уже с ребятами Начнем какие-то Мини подготовочки Потому что я уже Не играл Никакие трени Никакие вообще Турниры На именно таки Моих Любимейших форматах Тот же там Medium Тот же Hard Карт уже более 4 месяцев И поэтому для меня Сейчас будет немножко Вернуться в ритм Вообще поиграть С теми ребятами С которыми я Не играл Так же более полугода Вместе Тот же Avetis Тот же Тема Мы играли условно Там рандомки какие-то Мы не играли Вместе с ними Определенно какие-то Даже простые закрытки Никакие нормальные катки У нас Не приходилось С ними катать Поэтому Посмотрим Как все это дело У нас вольется Первый групповой этап Захвата карты Как раз таки Четыре Или сколько там у нас 6-6-6 команд У нас именно таки будет В подгруппе Посмотрим Как вообще Что у нас там попадется Кто попадется Как пойдет Это все дело Но я думаю Что мы уже По этому поводу Запишем еще один ролик Расскажу Вообще про составы Про команды Не буду сегодня Углубляться В каких-то игроков Рассказывать Про достижения Каждого из них Если кто там не знает Или кто-то хочет По этому поводу Что-то вообще узнать Всю эту информацию Также можно почекать На форумах На турнирных Вообще Всяких Страничках Также можно почекать Танки Спорт Там в принципе Половина всяких Призовых Интересных мест Можно также найти Ну а В дальнейшем Возможно Таки такого плана Ролики Вообще у нас будет С рассказом Вообще И о истории Игроков И вообще Где и как Любит кто играть Какие форматы Что почем Как В общем Много Интересных Мыслей По поводу Контента Связанных Связанных С киберспортом Именно У меня Сейчас Имеется В моей голове И для меня Реально интересно Все это дело Вам рассказывать Показывать Что-то новое Для себя Вы будете Определенно узнавать В каждом видеоролике Потому что Такой информации Нигде я никогда Не давал И никто Такой информации Вообще В принципе По большей части Даже Ребят Которые играют В киберспорт Не знают И Такой контент Будет Ну для меня Для меня Точно Интересным Не знаю Как он Вам Заходить Будет Понравится Не понравится В общем Все это дело Ваш фидбэк Мы посмотрим Увидим Ну а На сегодня Я думаю Что мы На такой вот Ноте Закончим Данный видеоролик Поэтому Поддерживайте Я буду продолжать Также Не забывайте Подписываться На канал Нажимать на колокольчик Дабы не пропускать Новые видеоролики Которые будут связаны Не только Так уже С всякими Киберспортивными Движениями Но и Другими Интересными Движухами К слову У нас Намечается Довольно таки Аппетитно Сочный Нагибаторский Видосик Который Совсем Совсем Таки Скоро У нас Уже Появится На нашем Канале Но у меня На этом Все Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует...